здравствуйте меня зовут александр постного я рада приветствовать вас на моем канале закорнял цветочник вы просили я делаю вы хотели посмотреть на мои домашние растения поэтому сам бог велел мне их вам показать сразу говорю что не все цветы которые живут у меня дома принадлежат лично мне но я решила начать со своей спальни и в спальне те цветы которые принадлежат мне сидят в моих горшках я не собираюсь с ними расставаться итак давайте посмотрим у меня на окне растет две герани мисточка с драценами сейчас я все попозже расскажу покажу расскажу историю каждого цветка и вот такой красавец фикус сорт golden monique и вот тут у нас еще среди цветов самый главный цветок это мой любимый код итак у каждого цветка есть истории несмотря на то что у меня их много я помню каждого из них давайте посмотрим каким образом вообще у меня завелась герань и вообще что я с ней делаю сейчас я решил почему со спальни снять потому что у меня третий раз за лето зацвела герань меня это безумно радует раньше никогда не любила герани не понимала вообще что это за растение как его можно заводить но как объяснила мне арома терапевт в нашем интервью но есть на нашем канале если вы не видели посмотрите про аромат герани это очень интересно у женщин после 35 начинаются определенные гормональные перестройки они по-другому воспринимают герань поэтому большинство женщин в возрасте 35-40 лет заводят это растение у себя дома сезон герани это апрель-май я привожу их в магазин когда они не продаются либо они начинают себя плохо чувствовать конечно я эти растения забираю домой таким образом у меня завели здесь раз два три четыре красотки их было больше но часть из них не выжила потому что у меня тоже есть кладбище домашних растений и это абсолютно естественный нормальный процесс что я делаю сейчас у меня гера немножко переросшие вот это вот красная но я не трогаю поскольку она цветет как только она цветет я ее отрежу и она будет у меня красотка в чем заключается уход мой за растениями то есть я подхожу когда у меня есть утром время смотрю какие листики мне не нравятся убираю их для того чтобы они не портили мне внешний вид наслаждаюсь запахом и самое время их уже полить я не подходила к своим цветам полторы недели обратите внимание мои цветы растут в кашпо то есть у них нет дренажного отверстия у них нет дырочки чему несказанно доволен мой муж потому что когда я поливаю у нас вода не бежит ручьями по подоконнику и на пол здесь у меня белая герань она уже цветет не один день листья я обрываю кстати им регулярно то что я не люблю когда у меня листья с коричневыми пятнами здесь уже она начинает отсыта час я тоже отщипну чтобы не сыпались меня лепестки на пол это еще подцветет и что у меня здесь еще растет в геране посмотрите маленький отросточек фуксии тоже в мае месяце мы привозили фуксии и одна из них плохо перенесла переноску начала гибнуть но один стебелечку не остался и посадила видите она у меня тоже уже 3 4 раз за лето набирает бутоны на цветет и прекрасно себя чувствует и я заодно смотрю что она из герани может ой небольшой коллапс сейчас мы это дело поправим пока я ковыряла для чего палочки мне нужны палочки нужны для того чтобы подпирать разросшиеся ветки герань не падала вот так вот это выглядит то есть это просто опора для растений так как я абсолютно еще лодырь я не люблю все это подвязывать то у меня вот так все это происходит сейчас когда мы закончим съемку я схожу за тряпочкой на виду паря так история двух драться мокрый поливать их не нужно сидят у меня здесь две драцены драцена 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 штуднери и драцена компакта вот эта драцена компакта она была в магазине без стебля абсолютно и она себя там все гибло 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 плохо себя очень чувствовала не сохли кричневели кончики я забрала домой после того как она у меня пару месяцев отстояла я поняла что наверное ей нужно просто остаться у меня хотя драться на я не люблю вот это драться на штуднери у меня находится под наблюдением уже пару лет и она все эти пару лет себя чувствовал не очень хорошо видите у нее был толстый ствол и были боковые побеги то есть растение было сантиметров 50 высоту но ствол начал гибнуть собственно почему я его и забрала из магазина что произошло дальше ствол я резала ствол все-таки погиб но видите от корня она дала новый побег поэтому если ваше растение не совсем нравится как вам выглядит не спешите выбрасывать это абсолютно не значит что она умерла поэтому вот эти вот две драценки это фактически брошенки никому не нужны оказались не востребованы но они при этом очень живучие видите компакта у нее нет коричневых и сухих кончиков при этом я не опрыскиваю все что я делаю поливаю раз ну в лучшем случае в неделю а в худшем раз в две недели потому что меня сложно застать дома и уж тем более чтобы я занялась цветами ну а теперь собственно любовь последних многих лет это вот такой красавец фикус он живет у меня уже девять лет когда я его забирала из магазина то есть это такая трогательная история любви на самом деле с этим фикусом и он один из моих любимцев что было я закрывала сеть магазинов свою и когда мы решили заняться опытом я поняла что мне не хватает сил на все сразу и я забирала растение оставшиеся в магазине на пмж скажем так ну может быть кому-то пристроить кому-то отдать там был было бы видно этот фикус представлялась себя ну наверное он был вот такой вот высоты как вот эта ветка и на нем было очень мало листиков он был поражен мучнистым червецом на протяжении пяти лет каждое лето я выносила его на улицу там мучнистый червец гиб я заносила его домой посмотрите как кот внимательно слушает мой рассказ про христи не мне кажется он ревнует потому что у него немножко шалелый вид вообще не понимает как то можно про цветы рассказывать такой любовью когда ты есть такой прекрасный вот и соответственно когда я его заносила в сентябре домой в течение двух-трех месяцев на нем опять появлялся мучнистый червец мне это в конце концов надоело и на пятый год я ему сказал друг мой лес через дорогу либо ты возвращаешься абсолютно здоровым и мы с тобой продолжаем жить вместе либо ты уходишь навсегда из дома и вот люди смеются да когда разговаривают другие с цветами но тем не менее после этого ни одного мучнистого червеца на протяжении пяти лет на нем не замечено более того он видите какой он разросся он стал абсолютно шикарным красавцем и у нас не было тоже такая долгая история когда я принесла в одну комнату он сыпал листья принесла в другую комнату он сыпал листья я вам потом сделаю экскурсию обзор на меня там гостевая комната за стенкой вот там он стоял каждый день и собирал по 2 пригоршни листьев когда я его забрала в спальню буквально в этот же день листья сыпаться перестали я поняла что он просто хотел быть поближе ко мне то есть в качестве благодарности за то что все таки его не выселила в лес и на протяжении многих лет надеялась что он выздоровеет и будет со мной и вот сейчас я вам рассказываю вижу что он у меня конечно под запылился я вам могу сказать что есть определенные сложности выходе с такими крупномерами но например его нужно мыть прошлый раз когда я увидела пыль на его чудесных листиках я взяла тряпочку представляете я взяла тряпочку и каждый листик вот так вот я вымола заняло мне это где-то три часа времени сейчас я понимаю что я морально не готова на такой подвиг поэтому я напрягусь и потащу его в ванную как происходит мытью крупномеров ванной я вам покажу в следующем ролике тоже буквально послезавтра я его все-таки помою чтобы не дышать пылью чтобы он у меня был снова красивым блестящим и не таким пыльным обратите внимание у него видите новые листики совершенно вообще другого цвета нежные нежные такие салат венки потом они темнеют вообще сорт golden monique вот выглядит вот так расцветка листьев то есть на светлом фоне более темные пятна и это проявляется не на всех листьях то есть вот здесь маленькая допустим черточка посерединке здесь вот чуть-чуть побольше окрашенный лист вот я его помою потом покажу вам во всей красе ну и обратите внимание у меня в подсадке сидит внизу традисканция тоже магазинная история когда мы сажали композицию с использованием традисканцию не отломился кусочек я этот кусочек принесла домой и недолго думая подоткнула к фикусу что дает подсадка вот почему я люблю сажать растения вместе почему я люблю их саживать потому что фикус все-таки не есть ярко выраженный ствол и пустой горшок когда мы сажаем какое-то растение либо вьющиеся либо почвопокровно в подсадку мы добавляем зелени как видите традисканции фикус прекрасно существует она не очень пышная потому что вот этот вот вот посмотрите на него посмотрите на это может а которая делает вид что она тут ни при чем да 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 вот это вот наглая морда до периодически подкрадывается к этой традисканции и с хрустом смачно ее съедает поэтому за те там три-четыре года что она у меня живет эта традисканция заново обрастала неоднократно вообще она когда-то была до середины горшка но к сожалению у нас естественный процесс обрезки травы и цветов съедобных в доме поэтому она выглядит вот так ну и давайте посчитаем то есть у меня здесь получается в одном горшке три герани в другом горшке у меня две герани и фуксия это уже шесть цветов две драцены восемь и фикус традисканции десять одна комната 10 растений хотя всего четыре горшка я обязательно покажу вам свой кабинет гостевую детскую расскажу что живет у меня там и если у вас появились вопросы обязательно задавайте мне их в комментариях не скупитесь на лайки не забывайте подписываться на мой канал спасибо что были у меня в гостях была рада вас видеть спасибо что досмотрели это видео до конца до новых встреч